МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эти дни Актюбинская молодежь помогает ветеранам и труженикам тыла. Они помогают им привраться дома, в огороде, сходить в магазин за продуктами. Талантливая молодежь Североказахстанской области встретилась с известным стране айтскером Ринатом Заитовым. Собравшиеся задали гостю интересующие их вопросы, а поэт раскрыл им некоторые секреты айтеса. Члены казахстанского правительства и депутаты обсудили в Караганде вопросы совершенствования деятельности общественных советов. Как работать с властью? Как работать с обществом? Какие задачи стоят перед общественными советами? Ответы на эти вопросы надеялись получить участники республиканской конференции. Целью мероприятия стал обмен опытом и демонстрация положительных практик деятельности общественных советов. Кроме того, участники попытались выработать конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности и законодательства об общественных советах. Потом есть в обществе некоторые вопросы, которые общество часто обсуждает и хочет решить. Сперва это проходит на общественных слушаниях, ставится это с приглашением прессы, представителей общества, а потом уже выносится на суд общество и доводится до властей. Проблем много, которые надо решать, и общественные советы в этом вопросе должны больше работать с обществом, больше с людьми работать, объяснять. В своем выступлении вице-министр по делам религии и гражданского общества Абзал Нукенов отметил, что общественные советы являются действенным механизмом по решению актуальных проблем отрасли и местности. Он также предложил государственным органам активно использовать потенциал общественных советов в решении социально значимых проблем населения. Но в то же время вице-министр отметил, что не стоит подменять госорганы общественными советами. Поэтому, в первую очередь, задача общественных советов заключается в организации хорошего диалога, продуктивного. Второе, чтобы члены и представители гражданского общества могли в полной мере выражать интересы и мнения местной общественности или отраслевой общественности и так далее. Ну и, соответственно, обеспечить прозрачность деятельности государственных органов. С тем, чтобы эти решения принимались максимально прозрачно, открыто и так далее. Усовершенствовать работу общественных советов на законодательном уровне может только парламент. Именно поэтому в работе конференции принял участие представитель Мажелиса. Депутат Серик Сайдуманов – один из разработчиков закона об общественных советах. По его мнению, первый этап подходит к завершению. «Мы понимаем, что первый этап займёт примерно 2-3 года. Как раз сейчас заканчивается второй год. Ещё мы думаем, что где-то может затянется ещё на один год. Это будет этап такого, скажем, становления. А дальше он заработает в полную силу. Потом за это время мы увидим, во-первых, что получается, что не получается и внесём необходимые изменения. Или в типовое положение для того, чтобы общественные советы более эффективно работают, или в сам закон». В целом, участники республиканской конференции сошлись во мнении, что практика деятельности общественных советов позволяет уже сегодня сделать вывод о том, что создан работающий общественный институт и неординарная диалоговая площадка для выражения мнений гражданского общества по самым различным вопросам. В рамках конференции проведены диалоговые площадки в форме семинаров, тренингов, дискуссий по актуальным вопросам развития потенциала общественных советов в формировании подотчётного государства. Предприниматели Северо-Казахстанской области не боятся трудностей. О своих успехах и достижениях они рассказали местным представителям власти. Животноводческий комплекс, птицефермы, клубника, зелень. Аким Казалжатского района Буладжумабеков организовал рабочую поездку по молодым и успешным предприятиям региона. Главная цель – обеспечение занятости населения в сёлах. Показать жителям и потенциальным предпринимателям Северного Казахстана, что открыть своё дело может любой человек. Главное – каждодневный труд. Также желающим предложили рассмотреть сотрудничество с ТОО ПСХ. Директор Александр Фадеев готов заключить договор и отдать в одни руки 100 гусят для доращивания. Задача Акимов сельских округов – поиск тех, кто готов достойно трудиться. Просто расчёт сделано на 100 гусят в среднем хозяйственном хозяйстве. 95% сохранность должна быть, это 5% на падёж. Условия, значит, первое, то, что до 90-95 дней содержания гусят выращивания должно быть до массы в убойном весе 3,5 килограмма. Выдача Амбикорма мы даём свой, 14,3 килограмма на голову. Это нормативный, который мы выращиваем сегодня и достигаем его. Амбикорм этот уже сбалансированный, готовый. То есть, если у нас сегодня заводы поставляют по 120-160 кг за килограмм, мы будем давать 50. Адильбек Юлдашев – директор животноводческого комплекса. Приехал в регион из Южно-Казахстанской области. Говорит, что его привлекли природные ресурсы края. Адильбек уверен, что свободный доступ к реке и разнообразие зелёных массивов благоприятно скажутся на продвижении любого дела, связанного с сельским хозяйством. Анализировали рынок по городу, что надо, сколько стоит, и решили заняться животноводством. Обратили за кемат, выделили всё. Были трудности. Люди не понимали, приезжие будет, не будет. Когда мы приехали, молоко, допустим, было закупочное 55 тенге, 65 тенге. А мы, как начали собирать, мы сразу поставили 80 тенге, 85 тенге. Это, думаю, это огромная помощь для насильника. На счастье вообще они понимают это. Многие приходят, советуются, спрашивают, с чего начинали. Мурат Тулегенов в этом году засеял 11 гектаров поля овощными культурами в селе Ивановка. Из них 6 гектаров морковь и 5 свёкла. Как он говорит, начинать своё дело всегда тяжело. Но земля в северном Казахстане благоприятна для выращивания овощей, ягод и зелени. Поэтому каждодневный труд дал свои плоды. Ну, если знаешь, куда идёшь, что будет результат, то, я думаю, это всё мелочи. Ну, поработать пришлось нам хорошо потрудиться. И физически, и морально, и психологически. Все барьеры потихоньку переходим. Я думаю, это, конечно, да, 100% можно воплотить в реальность. Как говорится, глаза боятся, руки делают. В ходе рабочей поездки потенциальные предприниматели познакомились с людьми, которые, несмотря на трудности, открыли своё дело и успешно продвигают его. Да, по растеньеводству, конечно, хотелось бы заниматься. Можно было людям без работы, тем, кто сидит без работы. Всем этим можно заниматься, не сидеть дома. Всё очень хорошо понравилось. Как нам объяснили, разъяснили, как посмотрели от простого к сложному. Как люди из ничего делают всё, можно сказать. Как гусей выращивают прямо на ровном месте, покупая это яйцо и выращивая. Посмотрели, как выращивают зелень, которую снабжает, наверное, весь Петропавловск. Всё очень прям понравилось. Жители Казажарского района ознакомились с шестью предприятиями региона. Каждое ИП функционирует не более двух лет, но уже известно всей области. В Актюбе началась акция, посвященная Международному дню пожилых людей. В эти дни Актюбинская малолеш помогает ветеранам и труженикам тыла. Они помогают им привраться дома, в огороде, сходить в магазин за продуктами. 94 года исполнилось в этом году ветерану Великой Отечественной войны Ивану Шевченко. В годы войны он служил матросом на корабле и обеспечении на Дальнем Востоке. Поставлял продукты и военную технику на Японский фронт. Родился и вырос в Мартуке и туда же вернулся после 8 лет службы на флоте в 1950 году. Позже устроился в первый плавильный цех Актюбинского завода феросплавов. Иван Иванович вышел на пенсию, проработав на плавильном гиганте 31 год. Сейчас ветеран живет один, жена уже ушла из жизни. По дому помогает одна из дочерей, как говорит Иван Шевченко. Кроме здоровья, сейчас его ничего не тревожит. Пенсия хорошая и вниманием общества не обделен. На 9-е был Аким города. Потом приезжал Мартугский Аким. И вообще многие приходили. Все подарки туда-сюда. А Мартугские приехали и говорят, мы своих участников никак не соберем. Все живут, татан, татан. Приехали с Мартуга, тоже поздравили. Актюбинским ветеранам и труженикам тыла активисты молодежного крыла Жасатан помогают два раза в год тем, кто живет в частных домах, вскапывают землю и помогают в огороде, а проживающим в многоквартирных домах прибраться в комнатах и подсобить в других хозяйственных делах. Сегодня начинается акция «Картарм Аман Саумысын» в рамках партийного проекта «Ардагилерт Ардагтай». В рамках данного проекта активисты молодежного крыла Жасатан, волонтеры нашего города, будут помогать ветеранам войны, ветеранам тыла, а также одиноким пенсионерам, которые нуждаются в разных помощях. Сегодня мы пришли помочь ветерану войны Шевчанке Ивану Ивановичу. Мы эту работу начали вчера, помогли одинокие пенсионерки Зои Даниловне, и эта работа будет продолжаться до 5 октября. Как отмечают жасатановцы, с каждым годом ветеранов и тружеников тыла становится все меньше, но на смену им приходят одинокие пенсионеры, которые также нуждаются в помощи. Талантливая молодежь Североказахстанской области встретилась с известным в стране айтскером Ренатом Заитовым. Собравшиеся задали гостю интересующие их вопросы, а поэт раскрыл им некоторые секреты айтеса. Талантливая молодежь области встретилась с известным в стране айтескером Ренатом Заитовым. Состоялось мероприятие по инициативе руководителей областного центра молодых акынов. Собравшиеся задали гостю интересующие вопросы, он раскрыл им некоторые секреты айтеса. Областной центр молодых акынов организовал сегодня эту встречу. Люди с удовольствием принимают участие в подобном мероприятии. Основная цель этой встречи – познакомиться с молодежью, причем с талантливой молодежью, поделиться имеющимся опытом и, возможно, своими секретами. Областной центр молодых акынов был образован в сентябре этого года. По таким направлениям, как выразительное чтение, айтес и ораторское искусство воспитывается более 30 ребят. Это учащиеся с 5 по 11 класс. У казахов есть пословица. Если видишь талантливого человека, нужно помочь ему раскрыться. Мы преследуем именно такую цель. Поэзия и искусство айтеса, к сожалению, слабо развиты. Мы должны помогать развиваться молодежи. Поэтому сегодня со всех школ собрали 30 учеников, которые все талантливы. Центр молодых акынов обучает школьников в стенах специализированной школы-интерната для одаренных детей имени Абудас Мухамбетова и казахской школы-гимназии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова